Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И у нас еще одно интересное видео. Оно находится на стыке разных технологий. Вы видите Microsoft Lumia 950 XL и несколько microSD карточек, которые, что правильно, мы и будем тестировать в этом видео. А предыстория очень простая. Как вы знаете, у меня появилась Microsoft Lumia 950 XL. Я попытался перенести все данные на microSD, которые установлены там. А там установлено что-то типа вот такой вот карточки. Видите вы или не видите. Камера не хочет сфокусироваться. Это там SanDisk Ultra U1. Но, да, то есть как бы Ultra U1, которая должна показывать скорость записи до 10 Мбайт в секунду. Но, увы, правильно. Увы, увы и увы. Этого недостаточно, чтобы писать видео со скоростью 4К, либо же снимать видео в режиме таймлэпс с разрешением, которое обеспечивает Lumia 950 XL. Поэтому я решил прикупить тебе пару карточек. Вот вы их видите. Одну, правда, я уже вскрыл, потому что у меня закончилось место на GoPro. Итак, у нас сегодня SanDisk Extreme Micro SDXC UHS-1. U3. Вот вы видите, да, обозначение U3. Соответственно, она должна обеспечивать скорость, ну, в данном случае это на чтение до 90 Мбайт в секунду, а в реальности, соответственно, где-то он должен тут быть написано, в реальности U3 говорит о том, что скорость записи до 30 Мбайт в секунду гарантированная, последовательная, да, соответственно, должно хватить для видео 4К. С другой стороны, я всегда предпочитал на самом деле SanDisk. Вот вы видите, у меня здесь и тоже SanDisk, правда, U1. С другой стороны, у меня Kingston, да. Kingston новая для меня карточка, я их еще не использовал, и я взял специально сразу 128К. Как вы видите, это та же карточка, только у нас тоже с U3, 128 ГБ. Здесь, где? Здесь не указано, иди сюда, мой белый хлеб. Да, не указано, соответственно, что это будет. Ну и ладно, а тестировать мы будем в несколько приемов. Первый прием, соответственно, на моем планшете. Вот он стоит у нас, мой Surface Pro 3. У него все висит, картридер, да, на USB 3.0, соответственно, будет обеспечивать необходимые пропускные способности. И здесь вы видите, да-да-да, вы видите примерно похожую заставку. Если я вот так вот поставлю все это. Что это за заставка? Это у меня было видео тестирование USB флешек. Напоминаю, что здесь в плывающих аннотациях есть линки, рассказывающие... Ой, поехало видео, я случайно нажал. Есть линки, которые ссылаются вот туда или в описании на другие обзоры, в том числе на это видео. То есть два года назад, нет, полтора года назад, в сентябре 2014-го в Саудовской Аравии я прикупил себе новых флешек и все их протестировал. Результаты есть в этом видео, так что посмотрите. Я буду сравнивать. Кстати, вот эта флешка 64К. Вот я не знаю. Нет, 128 точно стоит в этом планшете. А 64 не вижу. Но, в общем, она тоже из Саудовской Аравии. Поэтому все результаты тестов посмотрите. Кроме того, вы посмотрите методику тестирования дисков с использованием того, что называется IOMETR. Я тоже это буду тестировать. Итого, я протестирую флешки в нескольких утилитах на планшете. Потом протестирую все это еще и на телефоне Lumia 950 XL в тестах. И, опять-таки, правильно в том, что называется реальной жизнью. То есть, поснимаю видео активненько и скажу, в чем результат. То есть, что получилось. Ну, а чтобы не забегать далеко вперед, хочу сказать, что вот у меня, как вы видите, работает IOMETR. Сейчас он работает в двух потоках. И я планирую использовать этот режим и дальше. То есть, сейчас он на флешку, как вы видите, пишет со скоростью 110 IOPS. И при этом объем передаваемых данных это 7,9 МБ в секунду. Ну, мы можем увидеть, на самом деле, вот графику в таком виде. Или, например, графику вот в IOPS. Все операции выполняются двумя потоками. Первый, это IOMETR. Кто не в курсе, кто не понял, да? Операции выполняются двумя потоками. Первый поток, он пишет блоками 64К последовательно. То есть, он просто постоянно пишет. Тем самым эмулируя, как будто бы система будет писать видео. А поскольку я в первую очередь, опять же, эти флешки беру для видео. Второй поток и читает, и пишет. Примерно 75 на 25. Непоследовательно с 30% случайностью для обеспечения, соответственно, того, что называется эмуляцией работы самой системы. Мы предполагаем, что, в принципе, когда вы записываете видео 4К, тем более, никакие другие приложения у вас особо не возмущаются. Так что, вот пример. И вот одна из флешек. Это та самая ультра первого класса. Скорости не класс 10, а ультра. Соответственно, она, как вы видите, в реальных условиях. Понятно, 10 это последовательная запись. Она гарантированная. Но мы говорим еще о том, что будет работать система. Вот мы видим 7,2. Вот хотя бы поэтому 4К видео и не писалось. Поэтому я сейчас проведу все эти тесты. Потестируем, погоняем чертиков. При этом не пугайтесь, что оно вдруг превратится в другой формат видео. Я буду писать сразу с Surface при помощи захвата экрана. Ну, а потом вернемся, опять же, к тому, что называется телефон. Вот такая сложная задача и видео будет, как вы поняли, уже длинным. Смотрите дальше. Что же, давайте начнем вводную часть тестирования. Я расскажу, как я буду тестировать. Первым вариантом теста, да, это IOMETR. Про IOMETR я уже подробно рассказывал. Опять же, вверху вот здесь, где сейчас ездит курсор, да, будет всплывающая аннотация, которую вы нажмете и посмотрите про IOMETR. В том числе, не знаю, в этот момент, не в этот момент, как попадет. Но, в любом случае, как бы, у меня есть видео, посвященное IOMETR, как с ним работать, что нужно делать, как обеспечить эффективное, так сказать, тестирование. Вот он. У меня здесь, как вы видите, для IOMETR выбрано 2 потока. Те, которые я говорил, что это WOKER-1 и WOKER-2. Они работают с диском D. А я уже тут присмотрелся в видео. В диске D, оказывается, может быть, и, конечно, у меня другая флешка стоит, но тут помечено, что это 128 ГБ. И там класс 10, там даже не U1, что, в принципе, даже лучше. Соответственно, вот мы выбираем, что я буду тестировать диск D для WOKER-1 и для WOKER-2. У каждого из них свой поток. Это так называемый Access Specification, как вы видите. Здесь у меня стоит 64 килобайта, 0 read, 0 random. Это обозначает очень простую вещь. Это обозначает, что... Сейчас я его найду и покажу это дело. Соответственно, это обозначает, что, как вы видите, все последовательно читается или пишется. Доступ в этом режиме 100% и 100% операций на запись. Именно на запись, соответственно, это первый поток, который будет блоками на 64К эмулировать запись того самого видео в формате 4К, чтобы убедиться в том, что карточка обеспечивает запись. И второй поток, как вы видите, это так называемый поток. Я его уже сам отредактировал. Блоками по 32К, 70 последовательно, 30 случайными, 25 на 75, 25 на запись, 75 на чтение. То есть оно эмулирует работу самой системы. Причем система, когда пишет видео, будет получать доступ, как вы видите, примерно раз в 500 миллисекунд. То есть я таким образом ограничиваю необходимые процедуры. Все, все, что мне нужно, я настроил. И теперь мне достаточно только запустить... Ну, опять же, посмотрите видео. Достаточно только запустить тест и дождаться, пока он, так сказать, прогреется. Прогрев у него занимает, ну, определенное время. Опция выставлена таким образом, чтобы обеспечивать разгон, там, каждую итерацию плюс, 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 плюс один. Он пытается разгоняться еще быстрее. И вот вы видите, пока нестабильный тест, вы должны дождаться, когда же он станет стабильным. Последний раз, когда я снимал на камере, перед его остановкой, вы видели там 110 и примерно 7 мегабайт в секунду. Ну, вот такой вот процесс сейчас, как вы видите, идет. Вы видите, сейчас 83 IOPS, да, операции в секунду система способна выполнять. Вы видите, что уже разогнались до 6 мегабайт в секунду скорости чтения записи. Это общее чтение, запись, да, системы. Но поскольку у нас основной поток больше пишет, то можно предположить, что это все-таки в основном-то и есть запись. Ну, и вот вы видите, как он прыгает между 99 и 100, потихонечку разгоняясь. Сейчас мы дождемся все-таки полного, скажем так, прогрева. Опять же, я про это рассказывал. И, соответственно, получим результат. Нажми на кнопку «Получишь результат». Мы можем посмотреть, что происходит. Вот сейчас вы видите «Тотал» 7 мегабайт. Можем выбрать здесь в списке, соответственно, «Read» мегабайт в секунду, «Write» мегабайт в секунду. Там из 7 до 6.9 – это именно запись. Ну, вот даже поднялась до 7 и так далее. Эта карточка, напоминаю, та, которая родная стоит сейчас. Ну, не родная, а давно уже стоит в Surface. Она, по-моему, все-таки класс 10. И у меня тут вот еще 64 гигабайта класса 3 и 128 гигабайт ультракласса 3. И то, и то ультракласса 3. Плюс у меня еще класс 1 64 мегабайта сандиска. Я сейчас таким же образом протестирую все необходимые карточки, да, и получу, соответственно, будет коротенькими такими нарезочками. Вот что показывает то видео, вот что показывает то карточка, вот что показывает та карточка, вот что показывает та карточка. Но сейчас мы видим, как базовая карта, я вымаю ее и потом посмотрю, все-таки класса 10, по-моему, уже разогналась до 125 айопсов и 8 мегабайт в секунду. Да, 9 не будет? Дайте 9. Вот айопсы ползут вверх потихонечку, уже вот вы видите 130, 131 айопс. При этом время задержки, как вы видите, 10 миллисекунд, что вполне нормально. Максимальное время, понятно, 2 секунды, но у кого не бывает проблем, процессоры не нагружены, это всего лишь показатель именно работоспособности тестовой машины, что она сама себе не мешает. Ну вот мы уже видим, как 9 мегабайт и продолжает расти, выдавит из себя 10 для полного спокойствия. Похоже, все-таки 143 айопса и 9,3 мегабайта в секунду – это предел карточки на вот этих вот настройках. Хотя нет, ну смотрите, 194 и ползет вверх, о, 144 ползет вверх, ну, нет, все-таки вот 144, видите, оно прыгает туда-сюда, 143. Будем считать это победным результатом, хотя нет, вон опять пошло чуть-чуть вверх и опять сдалось. 9,4 мегабайта в секунду режим записи – это общее чтение, да, чтение 9,45, 9,46, 9,42. И нас интересует в райд 9,5, так все-таки полностью пишем, 9,5, а тут 9,6, ну, 10%. В общем, вот эта победа, я остановлю его и, соответственно, мы вернемся уже со следующей карточкой. И вот этим вот результатом я, наверное, сделаю print screen. У Surface это кнопка пробела вместо print screen. Видели, как мигнул экран? И закончу данный кусочек видео, смотри. Что же, продолжаем. Я таки достал ту карточку, которая стояла. Это SanDisk Ultra 128 Гигабайт. В действительности это класс 10-й, так что вот такие вот характеристики. А теперь, как вы видите, я не только поставил, но и уже протестировал несколько новых карточек. Я их тестирую и в iUmetry, и в дискмарке. А сейчас начнем с SanDisk Ultra U3, да, класса U3. И, соответственно, посмотрим, сколько он показывает по скорости. При этом хочу напомнить вопрос, зачем я все это вам показываю. Я показываю для того, чтобы вы могли потом не мне доверять, а всегда сделать свои тесты, когда вам надо проверить все необходимое, так сказать, на живое. И вот у нас этот Вокер, вот у нас 64 U3 карточка стоит. Все настройки как были. Access Specification, напоминаю, да, тут один, а тут второй. Напоминаю также, что вверху в всплывающих аннотациях есть линки, в том числе и как пользоваться метрами. Мерять не только на карточках, но и вообще на любых устройствах. И запускаем тест. Итак, напоминаю, что карточка данная U3 должна показывать как минимум 30 мегабайт в секунду. Мы видим сейчас 36 мегабайт в секунду, при том, что класс 10 показывал около 9 мегабайт в секунду. Нет, вот он упал. Нет, все равно 30. Но при этом стоит помнить той простой вещи, которая касается самого теста. То есть у меня не только параллельная идет запись большими блоками, которая эмулирует то, что называется запись видео в 4К, но еще и работает второй поток, который каждую секундочку дергает, полсекунды дергает, соответственно, карточку на предмет чтения записи в случайном режиме, эмулируя работу служб системы. То есть я считаю, что вы снимаете видео и, соответственно, параллельно система что-то делает. Я не стал делать большой нагрузки. Думаю, что у вас особо большой нагрузки не будет. А если она появится, то видео прервется. Телефон там скажет, извините, писать дальше видео не могу. Но в любом случае, вот вы видите 27 сейчас, 420 айопсов. При том, что класс 10 показывал 140-145 айопсов и 9 мегабайт в секунду записи. И, опять же, для записи 4К видео это примерно 8 мегабайт в секунду требуется потока. Так что у нас сейчас с головой, как говорится, хватает на все про все для такой вот записи, где у нас тут запись только в write. Ну, чуть-чуть, да, видите, у меня там примерно 1-2% занимают вот эти вот случайные вещи, а все остальное работает. И я остановил счетчик, да, для того, чтобы перейти к следующей карточке. Теперь у меня еще есть 64 мегабайта сандисковские класса U1, не U3, а U1. Класс 10 и класс U1, они близки друг к другу, поэтому я не думаю, что сейчас мы увидим большой разницы. Но здесь вот 30 мегабайт, да, практически мы увидели на двух потоках. Можно дальше играться, что, как и так далее, но не думаю, что, опять же, вы в системе будете использовать такую карточку, как основной диск. Ну и смотрите дальше, как говорится. А вот у нас следующая часть марлезонского балета. Как вы видите, здесь стоит 64 U1, то есть карточка, которая медленнее класса U1 по скорости. Она должна показывать тоже до 10 мегабайт в секунду записи, чем класс 10 от класса U1 отличается практически ничем, вернее, ничем. И мы делаем все те же процедуры. Мы открываем наш любимый IOMator, который содержит в себе все те же команды. Вот проверяем. Да, смотрит на диск 64. Вот он тоже на 64. Спецификейшн тот же. У второго, который эмулирует работу потока самой системы ReadWrite со случайными опциями, соответственно, все правильно. И давайте запустим теперь тест. Я не буду собирать это в виде графики. И вот мы видим. И что мы видим? Ну, мы видим, в общем-то, ничего мы не видим. Все те же 9 мегабайт в секунду, практически 10. Да, ну, прыгает все те же 145 IOPs, в отличие от 400, скольки там, 40 IOPs, которые показывали U3. То есть фактически, да, не фактически, а да, в три раза, то есть честно, заявление. Так что U3 имеет право на жизнь. Я думаю, что видео выписалось бы и на вот эти вот 9 мегабайт в секунду, поскольку, как я уже говорил, для 4К требуется от 6 до 8 мегабайт в секунду скорости записи. А дальше уже зависит все от того, как система реагирует и тому подобное. Но это будет краткое видео. То есть вы видели, насколько все это, так сказать, близко к классу 10 или U1 и далеко от U3. Так что, если нужна быстрая карточка, смотрите в сторону класса U3. Она действительно способна вытянуть на себя и, дорогие, любимые, видео 4К и одновременную работу, там еще подчитку в системе. Так что ничего не помешает дальше записывать видео. Ну и я думаю, что тут все ясно, показывать даже... А, ну давайте посмотрим. Стоп, 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 стоп. Вот я всегда нажимаю. Давайте вот так вот просто сделаем, чтобы не график показывать, а в райд. Ну, 9,9, 9,8, да. Все, как и ожидалось, никаких изменений не представляется. А сейчас я поставлю последнюю из тестируемых карточек. Это 128 гигабайт Kingston. Kingston, да, тут написано, что он должен показывать 80 мегабайт в секунду на запись. И, честно говоря, не верю. 90 на чтение и 80 на запись. Но если он 30 под такой нагрузкой тоже покажет, будет хорошо. Все характеристики, параметры карточки я вам, собственно говоря, потом в описании к видео опубликую. Смотрите дальше. А я нажму здесь кнопочку стоп. И вот теперь у нас последняя из карточек с тестом iometer. Как вы видите, 128 U3. Третья, напоминаю, что это Kingston 128 с классом U3, Ultra 3. На коробочке написано, что он может работать до 80 мегабайт в секунду на запись. Сейчас мы проверим. Я, конечно, бы не верил. Ну, последовательный апреля... Упс. А. 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 Не. Да. Да. О. Смотрите. Таки, да. Ну, до 80 вряд ли доберется. До 60, судя по тому, как он взял разгон, так может и доползти. Мы видим сейчас 800 IOPS в отличие от 830, 840. Ага, пошло вниз. Я напоминаю, что, чтобы показал iometer правильное, лучше подождать некоторое время. Тогда оно устаканивается. Но, в любом случае, мы видим общую скорость работы 54 мегабайта в секунду. 820 IOPS, что практически в два раза больше, чем было 440. Ну, чуть-чуть меньше, чем в два раза. И там 29 показывало, а здесь 53, что, опять же, практически в два раза. Там на 80% быстрее, чем SanDisk, который я тестировал. Я делаю 63, 64 гигабайта. И начинаю задумываться над тем, не перейти ли мне на показатели, вернее, на карточки Kingston, которые показывают лучшие варианты работы. Итак, в нормальной нагрузке, скажем так, двух потоковой нагрузки, одна из которых последовательно пишет, а другая что-то там читает, что-то там пишет случайным образом, в том числе и случайным образом, да, мы видим, что Kingston такие 128 гигабайт, 56 мегабайт в секунду. Это не 80 мегабайт заявленных, ну, теперь же практически в два раза, да. Это не 80 мегабайт заявленных на коробочке, но, с другой стороны, это ближе к реальности по работе. И вот мы можем посмотреть, сколько же он пишет при этом. Ну, практически столько же и пишет. Кстати, мы можем усложнить ему задачу, добавив, например, еще несколько потоков и посмотрев, что будет в этом случае. Например, мы можем добавить еще один вокер. Почему бы и не добавить, где-то у нас мой дорогой и любимый вокер, вот он. И, соответственно, в нем Access Specification. Давайте начнем, найдем, соответственно, блоки какие-нибудь там, ну, сколько, 16 килобайт, 100%, 25, read, 50, 50, вот так вот. Мы добавим 50, 50 и скажем, нет, edit copy мы скажем. Соответственно, мы скажем, что это будет 50 на 50 случайная и последовательная запись. Вот так вот. О, вообще отлично. То есть, третий поток 16 би килобайтными блоками, 100%, ну, в доступности 50 на 50 пишем, 50% читаем, 50% последовательной записи, 50 случайной записи, да, хаотично пишем. И, соответственно, вот вместо этого мы сейчас добавим сделанный нами правильный вариант. Или, а, давайте еще поставим, что пишет он также это с задержкой в 500 миллисекунд. Ну, как бы, система просто не всегда дергает эти параметры для работы. Теперь давайте увидим, как это будет выглядеть и насколько это поменяет картину. Ну, вот мы видели, начал у нас 800, вот 21, 30, 35, 39, 40, 43, 45, 47, 48, 49, 45 откатилась назад. Но все равно картина очень даже реалистичная, если считать, что это случайное чтение и случайная запись, то, елки-шпалки, он опять поползло, ну, как вы видите, на 51, то есть мы сейчас дойдем опять до той же, нет, не дойдем. А все-таки, видите, оно откатывается, пытается разогнаться, опять откатывается, пытается разогнаться, опять откатывается. Но это абсолютно работоспособное решение. Выбор сделан. Вот эта вот кингстоновская карточка, скорее всего, останет у меня в телефоне Lumia 950 XL. Напоминаю, что в первую очередь выбор шел для этого телефона, чтобы обеспечить возможность записи 4К видео без каких-либо проблем. Ну, а 128К, тем более, что он до 200, вернее, гигабайт, тем более, что он поддержит до 200 гигабайт, соответственно, будет хорошим объемом. Я смогу писать много-много хороших видео, не сбрасывая их сразу куда-нибудь себе на диск, потому что с этой проблемой объема видео в 4К я уже столкнулся в полный рост. Ну и смотрите дальше. Дальше на самом-то деле у нас такие тесты, как тесты в дискмарке. Я уже провел несколько тестов, потом к ним вернусь. Я сейчас прогоню все тесты, касающиеся 128, касающиеся еще класса U3 добавлю и касающиеся 10 класса карточки. То есть все их погоняем, потестируем и вы сможете увидеть это. Ну, а другие тесты, напоминаю, вы, опять же, сможете увидеть в всплывающих аннотациях. Заглядывайте, так же, как и обзоры и тесты различных Windows-телефонов и Windows-планшетов у меня на канале. Смотрите дальше. И вот мы подходим к заключительной части синтетических тестов всех наших microSD. Я их прогнал после IOMetra на то, что называется Crystal Disk Mark. То есть более простая утилита, не показывает IOMS и приблизительно показывает, напоминаю, различные параметры времени чтения или скорости чтения, скорости записи. А здесь у нас есть последовательное чтение, последовательное чтение в очереди, случайное чтение блоками и запись по 4К, случайное чтение, запись блоками по 4К, в очереди, опять же, по 32К. И вот вы видите то, что называется тестом microSD класса 10. То есть мы видим здесь 44, 45 последовательно, да, и 20 мегабайт на запись. Я провел различные тесты каждые, да, то есть вы видите здесь 9 повторов по 16 мегабайт. У меня здесь есть еще и вариант с тем, что называется 5 повторов. Но в принципе вариант тот же, то есть 45 мегабайт в секунду последовательного чтения, 41 мегабайт последовательного в очереди. И соответственно 18 и 17 мегабайт последовательной записи. То есть в принципе приличная скорость чтения, вот можно увидеть, практически равна тому, что мы видели. А другие тесты, давайте начнем, наверное, с класса первого, который можно сравнить, вернее, ультра класса первого. Третий тест, он должен быть опять же самым длительным. 9 повторов, вы видите 40 мегабайт чтения, 45 и 13, как ни странно, мегабайт, а не 19. Выходит, что у меня microSD 64 класса 1 работает на запись даже медленнее, чем это делает microSD класса 10, но на 128. Хотя остальные показатели очень и очень близки, вот мы видим сейчас в работе. Единственное, что разница здесь 19, 19, здесь 13, 13. То есть на запись все-таки у меня 64 microSD шка медленноватая будет. Но не будем расстраиваться, поскольку у нас есть еще и ультра третий и ультра третий с 128 мегабайт. Ну, начнем с ульта третьего, 64 мегабайта. Это, напомню, сандиск. Вы видите скорость последовательного чтения 91 мегабайт. Скорость последовательного чтения в очереди из 32 блоков, да, 76 мегабайт. И скорость записи последовательной, вы видите, 50 мегабайт. А вот скорость записи последовательной в очереди составляет 68 мегабайт. Ну, очередь, в принципе, конечно, должна была хоть как-то себя проявить. Хотя случайные режимы чтения записи даже хуже, чем, как вы видите, у других. Но в любом случае, да, то есть заявленный 30 мегабайт ультра третий выполняется. Я вот решил посмотреть, что показало вот второй вариант этого теста. Да, нет, видите, все-таки там то ли глюк какой-то в тесте. Все-таки последовательная запись здесь 79, здесь 72, то есть все-таки ближе к оригиналу. Ну, и вот варианты тут тоже лучше по и чтению случайному, и записи случайные. Так что возьмем ближе к этому пример. Мало ли чего там происходило. И где еще третий вариант или первый тест? Тут тоже, как видите, 70, 79, 91, 73. То есть чтения не меняются, меняется только запись. То есть подходит. Отлично. Напомню, разница между CrystalDiskMark и IOMetra состоит именно в возможности генерации нагрузки. Ну, тут 900 IOMs там у нас он показал. Ну, показывал примерно вот такие 440 IOMs на двух потоках, а не на одном. Что, в принципе, близко. Ну, и рекорд в IOMetra показывал то, что называется 128 гигабайт ультра третья. Давайте посмотрим окончательный результат. Здесь, как вы видите, почти 90, да? 68. А ну-ка, сколько здесь? А тут 91, да? А здесь 89, зато скорость записи, обратите внимание, 85. Это последовательный, да? А последовательный в очереди 67. Ну, сравнимые результаты. Хотя, опять же, случайная запись и случайное чтение даже немного лучше. Поэтому мы и проводили тесты в несколько, вернее, я проводил, а вы теперь смотрите. Давайте посмотрим еще один вариант теста. А здесь 80, 68, 80, 67. Тут 89, 80, 80, 68. А здесь получается, ну, практически. А нет. Тут лучше запись чтения, ну, с другой стороны, в пределах 10% погрешность. И 128 гигабайтная, напомню, это не сандиск, а то, что называется Kingston, ультра третья. Это прошла тест. И вот здесь как раз последовательную запись, которая написана, что 80 мегабайт в секунду, она и выполняет. Ну, и, конечно же, все переживают, зачем я все это вам рассказываю. И для того напомню, чтобы вы могли потом повторить все это дело у себя лично. Вы теперь знаете, какими хотя бы тестами протестировать, и что оно должно показывать, и что оно должно значить. Особенно рекомендую, на самом деле, Iometor, который позволяет вам понять намного лучшую систему, поскольку это не линейное чтение-запись, а возможность симулировать некую такую закономерность работы ваших серверов, или ваших приложений, или вашего рабочего места, запустив несколько потоков, каждый из которых на тот же тестируемый диск что-то будет писать, читать, тем самым поняв, что и как будет происходить. А теперь я переключусь назад на камеру. Почему? Потому что пришло время поставить выбранную карточку. Это будет 128-гиговая, как вы поняли. Она и быстрее всего пишет, и лучшие iOPS-ы показывают. Ну, и по объему тоже хорошее. Можно поставить в телефон Microsoft Lumia 950XL, для которой она и предназначалась, и протестировать на реальных примерах. Что именно будет на реальных примерах? Напоминаю, что если вы устанавливаете приложения на карточку, например, тестовые, такие как тот же старый Antutu Benchmark, тот же BaseMark OS, они все меряют производительность и карточки, в том числе, по скорости работы. Поэтому мы сейчас это и увидим. То есть я попробую на старой карточке и попробую это дело на новой карточке. Так что смотрите дальше. Что же, продолжение будет очень простое. Как вы понимаете, сейчас мы протестируем на самом девайсе. Вот он меня ищет. Видели, я наклонился над девайсом, и он меня распознал. А, соответственно, дальше мы пойдем очень простым путем. Мы сейчас протестируем скорость работы предыдущей карточки, которая здесь стояла. Это класс 10, 64 гигабайта. После чего перейдем на карточку 128 гигабайт. Ультра 3 очень просто. Как мы это будем тестировать? Показываю, кто не в курсе, и как я уже говорил в предыдущем видео, вы можете установить приложения, соответствующие на карточку. И эти приложения будут тестировать у вас именно производительность карточки. Такие два приложения есть. Антуту и BaseMark OS 2. Вот вы сейчас увидите простой пример. Как вы видите, сейчас Storage показывает 815 мегабайт в секунду. Мы, конечно, не верим. И Storage RID 161. Это старый тест, который был сделан еще 3.09. Когда я тестировал производительность. Соответственно, этот тест показывает производительность работы основной памяти. Пусть неправильно, но, по крайней мере, относительно неправильно. После чего я само приложение, кто не в курсе, перенес. Иди сюда. Мы можем в хранилище, посмотрите видео, перемещать. Вот если вы посмотрите приложение и игры. Перемещать между хранилищем телефона и хранилищем карточки необходимые приложения. Вот вы видите, два из них сейчас находятся именно на карточке. Можно переместить назад. Я этого делать не буду, потому что мне и нужно, чтобы они оставались на карточке. Поэтому сейчас, если я нажму Benchmark, мы увидим, как выполняется тест. Помните, там 161, 800. И вот сейчас, как вы видите, пошел Testing Storage RID Performance. Нам, на самом деле, нужны показатели больше относительные. Потому что этим же приложением мы померяем потом и 128-гиговую нашу карточку, которую мы сейчас поставим после этого в телефон. Так что ждем-с. Тут тест залипает, хотя обычно Antutu Benchmark пролетает очень и очень быстро. Старый. Вот этот вот. Но в данном случае, так сказать, прецедент наблюдается как раз за счет медленности карточки. Ну и там, видели, было 28 тысяч попугаев. Сейчас мы видим меньше тысяч попугаев. Вот уже GPU пошел. Это я, опять же, показываю для того, чтобы вам было наглядно и вы понимали, как можно протестировать и самим. Да, я знаю, что видео будет длинное. О, видите? 3,3 мегабайта в секунду и 300 мегабайт в секунду. Кстати, Total Score стал больше. 3,3 мегабайта в секунду. Это, конечно, круто. И 300 здесь мы запомним. Или даже, давайте, наверное, сделаем скриншотик. Кто не знает, чтобы сделать скриншот, достаточно нажать одновременно питание и громкость вверх. И получите скриншот, который сохранится у вас в фотках. Так, Antutu Benchmark у нас проехал. Почту нам не нужно. Это нам не нужно. И следующее это Basemark OS 2. Результаты предыдущей работы, как вы видите, вот у нас есть System общий и Memoried 1250-1914. Я также сделаю скриншот. Почему? Потому что, когда это было сделано на памяти самого телефона, теперь мы, опять же, в то же примерно время, 9 марта, теперь мы прогоним полный бенчмарк. Я включу камеру потом, когда уже будут результаты, по причине того, что это будет долго. Вот он пошел, да, видите, Storage, Read, Write, Fixed, Variable. В общем-то, просто нужно подождать. Смотрите дальше. И, как вы видите, что называется, большая разница. Было тут 1200, стало 84. Вот такое вот примерно сравнение по скорости работы между microSD и основной памятью телефона, которая установлена в Lumio 950 XL. Главное нам запомнить, на самом деле, вот эту 84. Нам не надо сравнивать память и флешку, нам нужно сравнить две флешки, поэтому 84 добавляем к тому списку 3 мегабайта в секунду, которые нам показал Antutu. Ну и теперь, следующим шагом, да, мы установим такие флешечку. Напомню, что у нас в качестве теста были две флешки основные. Вот они у меня. Это Sandisk Extreme U3 и Sandisk, ой, Sandisk, извиняюсь, Kingston 128 ГБ, тоже U3. Вот это показало максимальную скорость работы, как в Crystal Disk Market, так и в iometrie. То есть она заслуживает того, чтобы быть установленным в мой телефон. Sandisk в тесте iometra показал примерно 28-29. Transcend показал, ой, извиняюсь, Kingston показал. Соответственно, 54-55 вы это видели, надеюсь. Если не промотали. Так что выбор явно за вот этой флешкой. А почему я так сурово все тестировал и тщательно отбирал? Потому что я хочу, чтобы камера Lumia 950 XL писала видео на флешку в режиме 4К, на microSD в режиме 4К и не слетала, как это было у меня с Lumia 15-20, когда она писала, даже на достаточно быструю, как оказалось, флешку с классом 10, потому что такая же стоит у меня и в Surface мы ее протестировали ранее. Ну что ж, пришло время вернуть назад утилиты, да, для того, чтобы, что правильно, потом их значения сохранились и еще раз перезапустить уже с новой флешкой. Итого я сейчас возьму, что возьму, да, я сейчас возьму, иди сюда, скажу, что Antutu переместит назад на устройство, BaseMark OS 2 переместит назад на устройство, все они перемещаются, остановлю телефон, поставлю новую флешку, запущу, сконфигурю работу с флешкой уже сразу всю, да, и будем гонять дальше чертиков, смотрите. Итак, вот оно, запрос на настройку SD-карточки, конечно же, я их специально поставил, моя дорогая, чтобы сказать да, да, ну это не в смысле свадьбы, а в смысле работы. Ну и вы видите, кстати, карточка таки, да, класс 10 только трансендовская, а не сандисковская, и мы сейчас, в общем-то, уже выбранный девайс, сравним и посмотрим, насколько он качественно работает. Итак, у нас 3,2 мегабайта, свободные 115 гигабайт, как вы видели, система все увидела без проблем, работает, так, там у нас сложная переписка в Фейсбуке, а я скоро чувствую, что я зачищу всех в Фейсбуке, ну так, просто для того, чтобы мне было интересней читать, потому что уже столько всякой муры, или уходить оттуда, может забить на все. Ладненько, важно, что, правильно, важно, что нам нужно вернуть два приложения назад на SD-шку, мы сейчас их увидим, одно из них Antutu, а другое Basemark, это очень просто, чик-чик, так же, как я переносил, так и здесь, да, вот мы выбираем переместить на SD-карточку, канечно хочу переместить канечно Марию Ивановну, хочу, да, так, по-моему, это было в оригинале. Процесс пошел, ну, думаю, что вам особо не надо ждать, пока это переместится, а нет, уже надо, уже можно. Antutu уже уехала, и вторая сейчас тоже быстренько уедет, все-таки чувствуется, что карточка стала быстрее, хотя, с другой стороны, 75 МБ, при том, что оно пишет 70 МБ в секунду, оно должно было за секунду переместиться, но мы же знаем, что есть всякие нюансы, так вот, всякие нюансы у нас закончились, мы сейчас убедимся в том, что, ой, что у нас на SD-карточке, да, есть теперь два наших любимых приложения, есть, есть, поехали назад, 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 и теперь, вот теперь мы снова запустим Antutu 3.3, 312, да, и теперь говорим старт бенчмарк, посмотрим, насколько все-таки отличается скорость работы сторожа, ну, вот мы и дошли, да, до теста сторожа, помните, там оно задумывалось надолго, а здесь, я надеюсь, задумается, по крайней мере, в 7 раз быстрее, подождем, с чего уж там, сами того хотели, о, слушайте, точно нахрен, извините, намного быстрее, зачем я пользовался вот этой карточкой, надо было сразу купить правильную, то есть, истинная карточка, как вы видите, творит добро, ну, вот, 8.9 и 108, вот этот параметр, конечно, прыгает по полному, но, с другой стороны, StorageWrite показала намного лучшие результаты, как минимум, в 3 раза, это был скриншот, напоминаю, если вы нажимаете одновременно кнопку питания и кропку громкости, в Windows Phone вы можете сделать скриншот экрана, с первым тестом разобрались, иди назад, и у нас второй тест, второй тест у нас называется Basemark OS, опять же, по предыдущим результатам, напоминаю, что скорость работы с памятью там было 84, сделаем на всякий случай скриншотик, и теперь i694 выделил общий показатель производительности системы, поскольку оно меряет скорость флешки, я, опять же, запускаю скорость выполнения теста и выключаюсь, а включусь, когда оттестируем, и мы увидим окончательный результат. И вот они, как вы видите, результаты, они несколько обнадеживающие, не в 3 раза, но, по крайней мере, практически в 2 раза, 152 по сравнению с предыдущим 84 уже лучше, то есть карточка заслуживает такие внимания, тут было 600, а теперь стало 780, да, ну и опять же, делаем скриншотик, это было такое небольшое отвлечение, а теперь я скажу вам, чтобы вы заметили, о, 2100, это хорошо, видео у нас должно писаться на, видно, не видно, это Surface, который там собирает, а тут всякие штуки, которые куплены в Китае, соответственно, посмотрите, видео напоминает, что здесь в плывающих аннотациях все есть, да, так вот, я сейчас включу запись видео, сейчас мы проверим, чтобы она писала в 4К, а параметры, так, и где видео, видео, ой, иди сюда, мой белый хлеб, видео, как вы видите, 1840 на 260, то есть нормальное такое видео, включаем запись, и пишем, по крайней мере, пяток минут, все, что мы здесь наговорили, ну вот, на запись пошла, я постараюсь отснять 5 минут, ну, как раз, увидите, когда оно закончится, и я вернусь к вам, вы ко мне, чтобы убедиться, что за 5 минут камера не слетела, я считаю, для небольших роликов это достаточно, я, конечно, снимаю видео и дольше, напоминаю, опять же, у меня здесь есть всплывающих аннотациях, внизу в описании видео, или просто на канале, посмотрите в плейлистах, как они по-русски, ну, плейлисты, есть плейлисты, вещи, которые касаются путевых заметок, вот сейчас у меня мои серваки конвертируют, соответственно, видео с длиной час пятьдесят, резать не получается, потому что, как говорится, из песни слов не выкинешь, кусочками, кусочками, набралось 15 кусочков, каждый из них по, вот, восемь минут, даже шесть минут, вот вам и час пятьдесят накопилось, так что, смотрите, и эти видео, да, поэтому мне важно, сколько камера выдержит в режиме 4К, и вот где-то так, как вы видите, камера продолжает снимать, уже восемь минут, тридцать секунд, я, пожалуй, остановлю это видео, кстати, это видео, я вот подумал, не сделать ли его вирусным, да, 2110, ну, практически, как я и обещал, то есть, это было одно видео, оно нормально снялось, и так далее, что я имел в виду под вирусным видео, все очень просто, как говорится, сказки обман, да, это мой, кстати, Мерседес, я его решил продать, вот он тут такой, кто не видел мой, один из моих Мерседесов, красная кожа, никого не интересует, вот такой вот красивый руль, 84 тысячи, как вы видите, пробега, это размер багажника, в глубину туда, вот он, это авангард, да, вот так вот, еще, и еще, и вот такой вот он здесь, и вот такой вот он здесь, так что, если вдруг интересует, кстати, этот компьютер тоже есть на, ой, на видео, да, так вот, по поводу вирусного видео, от чего я подумал, я не просто его снимал, ага, ну тут я сейчас говорю сам с собой, давайте мы скрутим громкость в начале, да, ну а вот в середине пойдет очень интересная жесть такая, соответственно, вы сможете увидеть всю мою рабочую комнату, вот даже видите, у меня есть спам, у вас есть такой спам, не знаю, есть ли у вас спам, и тому подобное, ну то есть, как бы для того, чтобы вам было интересно посмотреть, что происходит, а где я тут снимал, вот видите, даже, вот узнаете, что это такое, не знаю, получилось, не получилось, оно стоит у меня высоко, так что всем любителям, как это называется, не криптоистории, нет, теории заговора, да, можете посмотреть видео, увидите, но в любом случае, новая карточка, это microSD Kingston U3, абсолютно нормально записывала в течение практически 9 минут 4K видео, так что, вроде как, тест пройден, и результаты его успешны, и уже традиционно, я буду прощаться, напомню, что это видео было тестом различных microSD, мы сравнили, как работает U1 против U3 microSD по скорости, плюс еще и класс 10, мы убедились, что U3 карточки, да, класса Ultra 3 по скорости, отлично подходят для работы с 4K видео, потоковое видео 4K, это около 8 Мбайт в секунду, гарантированной записи должно быть, а поскольку телефоны этого не делают, да, соответственно, гарантии не гарантируют, они еще чем-то заняты, соответственно, карточка должна читать и писать быстрее, о чем мы и убедились, сделав тест через IOMeter, а не только дискмарковский тест, и теперь вы можете и сами протестировать, сценарий вы видели, я постарался вас научить, ну и надеюсь, вам понравилось, ставьте лайки, и соответственно, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях вопросы и пожелания, так что постараюсь выполнить, напоминаю, что кроме 950XL у меня еще есть 730, который я недавно проапгрейдил до Windows 10 Mobile родной и видео про то, как это сделается, тоже есть на канале, так что смотрите, напоминаю, что все видео про 950XL, про 730, про путевые заметки и так далее, вот здесь, в плывающих аннотациях, вдоль всего видео и внизу в описании, а по поводу вирусного видео, идея состоит в том, что я где-нибудь здесь спрячу маленькое описание, вот здесь, или вот здесь, или вот здесь, вернее, маленькую аннотацию, она будет в виде, например, какой-нибудь звездочки, ну совсем микроскопической и будет висеть практически по всей длине видео, местами, да, вы сможете ее кликнуть и попасть на вот то видео, которое вы только что видели с обзором моей комнаты, я там, кстати, молчу, а, нет, я сначала там ругаюсь матом, вначале вы будете видеть мою спину, я пока вот там буквально 2 минуты удалил, две озабоченные личности, нетрадиционной сексуальной ориентации, кому нравится писать по своему скудоумию какие-либо маты на автора в комментариях и так далее, знаете, вы только тут портите себе карму, я даже отвечать не буду, мне просто забанить где-то 1, где-то 2 клика мышкой выбрать ваш комментарий, да, там и выбрать забанить, и иногда я еще отправляю, типа, вот этот вот мудак, соответственно, меня достает, испортите ему карму полностью, так что не напрягайтесь, ладненько, на этой хорошей ноте, надеюсь, я вас не сильно напрех, надеюсь, вы поняли, что покупать для хорошего видео, для вообще хорошего телефона, нужна хорошая карточка, мой выбор на текущий момент, это то, что называется, нет, не то, что я положил, и нет, это Kingston 128GB U3, внизу в описании к видео, точно, ну вот там, там есть характеристики, вот они, да, SDCA3D, ну, наверное, это оно, да, соответственно, понадобится для Lumia 950XL, устанавливайте, работает с 4K видео без проблем, скорость поднимает в два раза, так это точно, ну, а теперь счастливо, пока, с вами был я, Игорь Шеститко, увидимся, всем удачи!